с нами сегодня герои одного из наших главных фильмов канала мыр оксана и андрей ермаковы вместе привет здравствуйте ольга евгеньевна рад вас видеть здравствуйте тоже очень рада видеть вас в живую наконец-то из дома сколько вы на свободе же оксана мы на свободе один месяц с оксаной сегодня прожили вместе один месяц 3 апреля мы приехали домой сегодня 3 мая сколько оксан тебя не было я не было ровно четыре года 1461 день андрей ты каждый день считал нет я каждый день страдал а посчитал потом я не знал сколько будет но вот когда сидел у изолятора оксана ждал я посчитал сколько дней я ее ждал здравствуй мой дорогой любимый андрей сегодня снова получила тебя письмо и в небе была радуга это мой тебе привет и ответ я совсем тебе не пишу грустная мордочка силы беру только в твоих письмах ты мое небо мой дом моя семья ты моя жизнь и любовь 4 апреля 2016 года началась эта история ужасная у нас дома оказались в 6 часов утра толпани знакомых людей прям вот у нашей кровати я думал что мне это кажется потому что это был какой-то фантастический бред тот же день не предъявили обвинение по статье мошенничество пособа крупном размере совершенная группы лиц по предварительному сговору он попросил съездить ее в ростов и проверить что это за банк такой ну вот к сожалению за чем-то согласились оксана поехала туда проверила этот банк сказала что он пустой ни на что не годный покупать его не надо их обвинили всех в том что они у меня из этого банка выдали кредиты заведомо невозвратные и вот таким образом растратили средства банка и оксана этому способствую оксана не входила даже не ни в какой совет не в кредитный не в какой-то иной она не принимала решение мы действительно забыли об этом мы приехали в магазин я куплю оксане продуктов и передам их в изолятор продукты я покупаю дважды в месяц и дважды в месяц езжу к ней на свидание через полтора года вот этого следствия выяснилось что это дело для судебного разбирательства будет отправлено в ростов-на-дону потому что банк находился в ростове-на-дону оксана перевезли туда подавляют ужасные условия я не представляю но если туалет который находится в камере он не закрывается и и закрываться запрещено как это можно делать как их бесконечно обыскивают раздеться нужно полностью ну низость такая что уже там дальше ты некуда оксан а ты видел очень многих женщин в тюрьме я вообще могу посчитать на пальцах одной руки мужчин которые дождались а ты я пыталась посчитать количество женщин которые были со мной рядом более трехсот женщин это те с которыми я общалась и в тех или иных камерах то есть которыми мне довелось пообщаться среди них вот только мой супруг да неужели нет есть те которых еще поддерживают но они пока не вышли поэтому что будет дальше неизвестно но и андрей насколько я знаю сколько я видела мужчины остаются какое-то время а потом уходят так чтобы четыре года это один не сотен из тысяч поэтому тюрьмы женское лицо и мужчин тюрьме поддерживают женщины и женщин тюрьме поддерживают женщины поэтому я смотрю на тебя с очень большим еще и научным интересом научно-практическим я бы сказала да и за эти молодые девочки которые еще не которые еще не сидели я здорово говорю о которой не сидели они работая в руси сидящий выбирают выбирают себе парни по принципу ты будешь меня ждать из тюрьмы или нет хотя а как знать оксана ты всегда знала что андрей будет тебя ждать никогда и не думала об этом и однажды я задала ему этот вопрос он ответил тогда на свидание в сизо он ответил что если бы я знал сначала возможно я бы не смог но только события делают нас смелыми нельзя знать наперёд на что ты способен только вступив в эти обстоятельства ты просто делаешь ты просто ты просто есть и хочешь быть один или с кем-то он выбрал остаться со мной мы познакомились спортивном клубе только не в этом оксана пришла тренироваться я взялся ее тренировать ну и не шуточные страсти и любовь но это было в 2000 году 19 лет назад и вы знаете что для меня я только потом это понял что для меня самое важное мне с оксана никогда не было скучно всегда у нас были эмоции всегда у нас была страсть друг друга и сейчас также просто меня вместе она здесь пишет женщина удивительные существа я их никогда столько не видела и уж точно не видела так со всех сторон в одной девочки в камере ночью родился сын его назвали альберт родился он у сабрины она мне рассказывает удивительную историю они там сами буквально принимали роды грели воду и но это такой средневековь который невозможно поверить но оказывается люди там и женщины рожают детей вот вот так самостоятельно если григорьева решили осудить за организацию преступного сообщества и в него было такое обвинение то есть сообщество надо создать из кого-то но они пошли даже дальше они выдумали что оксана она как и григорьев она тоже организовал преступное сообщество вы спросите как ну ведь одно уже организовано ну оксана организовала структурное подразделение преступного сообщества вот значит они там в ростове что-то похищали а оксана через москву что-то похищал между нами сейчас тысячи километров примерно но я все время они думают постоянно оксан я спрошу тебя про трусы потому что это было ужасно трогательно когда андрей был в берлине и я спросила его что ты хочешь куда тебя отвезти андрей был первый раз в берлине и сказал отвези меня в самый хороший магазин в самый самый дорогой я подумала черт возьми вроде бы парень хороший мне нравится этот парень вроде бы наш свой а туда же по дорогим магазинам и тут он объяснил жене в тюрьму я хочу чтобы было много хорошего белья много красивого белья что еще я могу ей передать кроме этого то есть он все эти годы покупал тебе очень красивое белье в тюрьму да всегда это было предметом обсуждения сотрудников на посылках когда это все вот доставалось потом проходили месяцы ну весь персонал знал какое у меня белье потому что это вот это дурацкое слово шмоны но другое не не заменишь вот они вот просто это все доставали смотрели и все задавали один и тот же вопрос зачем тебе это нужно я говорю как вы не понимаете ведь это то единственное это наш с ним интим который вы не понимаете и слава богу он видит во мне женщину и ждет ее андрей да оксана изменилась я жду что изменилась я я боюсь что-то сказать не так обидеть но нет не изменилась это та же самая оксана которую я всегда любил оксанта изменилась мне стало тяжелее говорить я всегда была болтушка сейчас первые несколько недель хорошо что мы с вами говорим через месяц первые несколько недель у меня к обеду хрип голос потому что все очень много говорят я привыкла молчать я изменилась я изменилась наверное знаете я стала различать вежливость отделять да и вот как евтушенко сказал в последних своих стихах о том что не люблю не люблю изображение честности легче простить поступок чем про ощущать кривляния вот наверное пока так а дальше видно будет что собирается сделать дальше ведь очень тяжело после тюрьмы найти работу очень тяжело после тюрьмы встроиться в общество тут еще карантин все сейчас как я понимаю на андрея что будете делать дальше я сейчас не могу ничего и это ничего для меня это сходить в салон накрасить ногти выпить кофе где-то сделать какие-то вот такие жизненные мелочи и из-за карантина я их сделать не могу поэтому к работе пока это отношение не имеет конце концов к дантисту надо обоим попасть когда-то поэтому по поводу работы вот мы сегодня буквально ехали к вам на интервью и я была за рулем сказала андрею ты знаешь прям мгновенно жало в груди я увидела стенд который написан рекламный и там было написано видите бизнес подмосковье на слово бизнес и подмосковье у меня сперла все в груди потому что для меня это целый пласт я понимаю что это вот это 159.4 по своей статье это было это это был рефлекс стал преступником в подмосковье вот что это и я андрею сказал я говорю ты знаешь ведь мы с тобой это те самые люди которые могут открыть школу там научить детей научить студию да магазин конечно все что угодно конечно мы те люди которые можем приносить пользу и хотим это делать но нас прижгли именно прижгли потому что я сейчас не готова ничего делать я могу еще больше чем раньше и боюсь еще меньше но я не хочу это ужасно а почему ты молчала в тюрьме почему ты сейчас начала разговаривать и у тебя сел голос молчала во первых чтобы никому не навредить потому что интерпретация слов это это чудовищно то есть смысл искажается и подменяется катастрофически а потом следователь из этого выдумывает обвинение совершенно верно я чувствовала это кожей ведь по сути единственное что я изменила бы вот за во всем своем деле это я не сказала бы сейчас ни слова на первом допросе я не сказала бы ничего я это думала что я объясню и все будет ясно а мы говорили себе на обвинение первое второе и третье правило когда у вас что-нибудь приключается 12 лет мы говорим одно и тоже и еще будем говорить 20 лет фраза я вам сейчас все объясню ведет вас в тюрьму да да мы свидетели этого нет какие свидетели не пытайтесь закройте рот а какой четвертое пятое шестое правила в тюрьме вот это вот я вам сейчас все объясню говори поменьше лучше вообще молчи это это правило поведение я в камере это правило поведения со следователем правило поведения всегда не наговорись или на срок а вот какие правила номер 4 номер 5 номер 6 ну вторая фраза которую нужно выучить я не помню как человек разумный я думал я что дебил что значит я не помню я либо видела либо не видела не я не помню это вот это абстрактной вещь которая должна быть относительно всего. И следующий момент, это, конечно, дистанция. То есть от всех людей нужно дистанцироваться. Ни в коем случае никого к себе не подпускать. И сотрудники, которые в форме, они вам не друзья. Как только вы туда попали, это шахматная партия. Они могут быть хорошими людьми, но это другая сторона. Вы всегда должны это понимать. Но ты-то теперь знаешь, что у тебя лучший в мире муж. Да? Да. 20 лет сомнений, и все в порядке. 20 лет ты сомневалась, да? 20 лет в нем сомневалась? Ну, женщина... Вообще, человек... Его всегда гложет сомнение, что где-то есть лучше. А мое ли это? А правильно ли я сделала? А вот там еще что-то. Потом есть прекрасные люди, которые называются подружками. Вот в тюрьме есть такое слово «пидружки». Вот. Которые всегда... Нет, ну он у тебя, конечно, хороший, но... И дальше вот это зерно сомнения, которое тебя потом точит. Вроде бы как и ничего, и нет, но оно почему-то точит. Вот. А вот слишком много женщин, с которыми он общается. А вот слишком красив, или не слишком умен, или наоборот слишком умен, и не слишком... Это всегда какой-то бред, который... Говорят, какой-то глупость. Да. Какая-то глупость, которая сопровождается с юности, это уж и обязательно. Вот я сейчас могу сказать, наверное, мы вступили в зрелую жизнь, поэтому... Точно. Сомнений у нас нет. Тогда, может быть, все не зря? Всегда все не зря. Вопрос в цене. Оксана, а что самое сложное в тюрьме? Оставаться добрым. Сейчас вот я месяц дома, и девчонки звонят из колонии, кто все-таки туда доехал. Вчера звонили. Кто со мной был. Вот на Пасху очень многие звонили. Прочее. То, о чем они мне говорят, я полагаю, что, наверное, я для них сыграла какую-то роль в жизни позитивную. Вы сейчас, конечно, много говорите о нас как о паре, и нас делить нельзя. Мы, конечно, как... Мы парочка. Да, петелька с пуговкой. Вот. Но чаще всего я слышала от них то, что они говорили, что любовь — это в кино. В жизни — это разводы, алименты, брошенные дети, какие-то жилплощадь, какие-то деления и прочее. И чаще всего они говорили, что благодаря мне и Андрею они увидели, что такое бывает. И важное для меня они сказали, и я так хочу. Даже если у меня так не получится, я знаю теперь, чего хотеть. Надо искать. А вы когда-нибудь ссорились? С кем? С Андреем. С кем? С Андреем. С Андреем. Да-да-да. Регулярно? Вот мы 20 лет знакомы. Первые 7 лет мы не встречались. Мы расставались. Мы расставались. Да, 7 лет. За 7 лет мы успели расстаться дважды. Сначала на полгода, а потом на полтора года уже насовсем. Как мы тогда считаем. Но полтора года прошло, и мы женились. Потому что было понятно, что уже лучше не найти. И полюбить я никого за это время не смог. Вы знаете, я читала у психологов, что крепкие пары это не те, которые не ссорятся, а те, которые умеют мириться. Нельзя замалчивать недовольство. Нельзя не обращать внимание на мелочи, которые для тебя важны. Нужно постараться их объяснить. И то, как человек это воспримет, пусть даже со скандалом сейчас, главное, как вы помирились потом и живете дальше. Посуду колотила и бросалась. А сейчас? А сейчас? Сейчас посуду не дам. Сейчас, но у нас все равно есть страсть. Но нет, посуда цела. Посуда цела. Ну, нет, но я могу расшвырять вещи, да. По дому, да. Потом вот Андрей Александрович заходит и говорит, ты что-то искала? Я говорю, нет, это моя демонстрация, что я недовольна. Это мой протест к тебе. Да. А как ты в тюрьме протестовала, Оксан? Холодной водой в душе. То есть поливаешь себя холодной водой? Больше никак? Это то, чем, да, что я привыкла делать, потому что кричать нельзя. все искри так, что любая искра это пожар, поэтому любой крик может перейти в большее. Нельзя. Объяснять не всегда готовы слушать. То есть холодный душ каждый день, да. И эту привычку я принесла с тобой. В этом Оксана изменилась. Да. Четыре года назад она была мерзляк. Я все время ей надевал носки. Да. Всегда ходил за мной. Ноги, холодные ноги. Бегу, надеваю носки. А сейчас она не одевает носки, и она совершенно не мерзнет. Она пришла закаленная. Да. Я обливаюсь ледяной водой каждое утро, несмотря ни на что. Я покупал Оксане душевые лейки и два шланга вместе скручивал, чтобы он был очень-очень длинный, чтобы можно было его надеть на кран и куда-то там отойти и политься. Потом его отбирали, и я не знаю, наверное, раз в шесть я их покупал, эти лейки с шлангами и отправлял. Потом я поняла, что два ведра, в котором в одном ледяная вода, в другом горячая и маленький ковшик, и мне абсолютно все равно, где я нахожусь. У-у-у! Кто пришел? Да вот это чудище! Боже мой! Это мой главный друг. Этот друг, она не просто сидит у него на голове, она живет на ней. А это собака, которая дождалась? Да. Да. Она прожила полжизни с Оксаной и полжизни без Оксаны. Я сейчас, ей осенью 10 лет. Как зовут? Вивьен. Вивьен, узнала тебя, Оксан? Вы знаете, она немножко, она растерялась, я ожидала другого. Первую ночь она вообще не спала, она просто сидела, ходила вокруг меня и не спала. меня со всех сторон и рассматривала. Она всю ночь не спала. Она просто ходила вот так вокруг по кровати. Я поняла, когда она меня узнала, когда я оделась в свою одежду домашнюю, взяла сумку, надела каблуки, потому что я всегда ходила только на каблуках, надела каблуки, и я прямо увидела, когда я спускаюсь по лестнице, и она сидит на меня, смотрит. И она к ней лапы тянет. И она просто вот впрыгнула в сумку, и она тянет ко мне лапы, вот тогда я поняла, что она меня узнала. Это было, наверное, ну, где-то третий, уже четвертый день. До этого она, вот было видно, что что-то знакомое, но очень далеко, то есть она очень осторожна. А ты ведь знаешь, что такое запах тюрьмы? Да. Андрей, пахло тюрьмой от Оксаны? От Оксаны не пахло, Оксана всегда пахнет приятно. Мы перестирали, наверное, дня за три все вещи, но вот я ей дубленку отправлял. И она месяц висела на веранде на улице. Я вчера понюхал. И сегодня мы решили ее, конечно... Нет. Мы ее либо отдаем обратно, кому надо, либо в какой-то приют к собакам, ну, и без всякого сожаления. Я в метро в Москве чувствовала запах тюрьмы, когда люди входили. Да, да, вы правы. Я теперь его узнаю из всех. Это несложно. Я этот запах, знаете, с детства... Я его называю казенщиной. Я его с детства ненавижу. Вот казенный запах... Да вот тюрьма там чуть другой еще. Там добавляется много чего. Много ингредиентов. Сложный запах. Когда готовят какую-нибудь фигню там на этом бежире, вот это то же самое. Ну, тогда вы понимаете, почему ледяная вода каждый день? Конечно, понимаю. И я понимаю Вивьен. Я очень хорошо понимаю Вивьен, потому что если от тебя пахнет тюрьмой, даже если Андрей не чувствует. Вивьен чувствует. Вы правы. Вы не подумали об этом. Тюремный запах. Никогда вам больше не нюхайте его. Давайте поговорим еще через год, потому что мне очень хочется понять жизнь после тюрьмы деятельный человек, у которого обрезали возможности и желания. Очень интересно, что будет дальше, потому что вообще проблема восстановления после всего этого ею в России власть не занимается вообще никак. Очень интересно, что вы сможете через год. мы увидимся, конечно, гораздо раньше, но давайте дадим друг другу зарок, что дадим на 1 мая 2021 отчет, что вышло, ладно? Давайте посмотрим. Ладно, счастливо, ребят. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.